Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! Добрый день, Станислав! Ваш заказ на модель тренера Як-12 готов. Сегодня мы показываем вам, как этот самолет летает, какие у него есть особенности в настройке, в полете, может быть потребуется какое-то определенное триммирование, ну это скорее всего. Ну и по результату облета дадим рекомендации, как управлять этой моделью, как ее настраивать и какие у нее есть особые черты, так скажем. Конечно, Як-12 модель проверенная, это отличный тренер, но тем не менее у каждого самолета есть свои нюансы, поэтому каждую модель мы облетываем и даем вот такие рекомендации. Перед стартом обязательно проверьте управление, особенно зимой сервомашинки могут замерзать. Чувствуется некоторая задержка на отклонение руля, но самое главное адекватность отклонения рулей. Ручку на себя, руль идет вверх, элероны, стик вправо, правый элерон поднимается, левый опускается. Тоже есть небольшая задержка, так что перед стартом сервомашинки разработайте. Руль направление, тут нормально все. Ну и заодно оцените, положение рулей. Они должны быть примерно в горизонте. Плюс-минус, конечно, небольшие углы допустимы, но приблизительно в горизонте. Руль высоты также сразу советую триммером немножечко приподнять. Буквально на несколько щелчков. Нужно это для того, чтобы самолет при старте вас сразу носом не клюнул, а пошел в набор высоты. Ну еще один момент, это одна из первых моделей, собранных полностью из нашего нового пенолиста белого. Как видите, цвета все очень четкие, нет никаких нахлестов, особенно на белом фоне, на крыле, вот например. Смотреться модель должна, конечно, просто шикарно. Ну а как летает, сейчас увидим. Так как по рыхлому снегу с колес не взлетишь, запускать будем сегодня с руки. На старте модель кидайте, не стесняясь. Нужно сразу придать самолету скорость, чтобы он управлялся. Ну и запускайте под небольшим углом к горизонту вверх. На старте газу помольше и поехали! Сразу рекомендую набрать высоту метров 40-50 и вот на такой высоте тренируем. Руль высоты поднимал зря. Даже немножечко вниз надо. Самое главное заставить самолет лететь ровно, без управления. Потребовалось руль высоты немножко прижать вниз и элероны слегка вправо. Вон, кстати, спокойный крейсерский полет в полгаза. Также еще один момент, хочу тоже обратить на него внимание. Это проверяйте жесткость резинок, которые крепят крыло. Особенно, если собираетесь уже пилотажить на самолете, после того, как научитесь просто держать его в воздухе. При резких маневрах крыло на резинках может подниматься, что резко увеличивает его угол атаки. И, соответственно, самолет ведет себя неадекватно. Мы резинки делаем не очень жесткие, чтобы не продавливало кромки. Они для спокойного полета достаточны, но для пилотажа надо либо усиливать, либо ставить дополнительные крепежи, дополнительные резинки. А в остальном, вот он Як-12 на нормальном крейсерском режиме в полгаза. Прекрасно держится в воздухе, может спокойно набирать высоту. Фигурой пилотажа, конечно, крутить надо газу побольше. Но это все же модель тренера. И на серьезный пилотаж она изначально не рассчитывалась у нас. Хотя, конечно, кое-что способна. В таком нормальном режиме, согласитесь, это хороший, спокойный тренер. Летает небыстро. В управлении послушный. Если просто ручки отпустить, он постепенно сам выходит в горизонт. Ну, конечно, для этого нужен запас высоты. Если в каких-то критических ситуациях потерялись, но запас высоты есть, можно просто отпустить ручки, и модель сама начнет выравниваться. Самое главное, не отпускайте самолет далеко, чтобы не потерять его из виду. Особенно вот на фоне такого пасмурного неба. В ясную погоду, конечно, белый самолет видно отлично, но на фоне облаков он немного сливается. Ну, вот такой вот аппарат получился. Сейчас будем заходить на посадку. Модель довольно неплохо планирует, поэтому заход делаем с достаточно большого расстояния. Но газ полностью не выключайте, чтобы была возможность уйти на второй круг. Вот только когда уверены, что самолет сядет рядом, тогда газ можно отключить. Ну, вот, Санислав, так полетел ваш Як-12. Как видите, при посадке в снег шасси сложились. Точно так же они будут складываться при любых неаккуратных посадках. При этом защищают площадку шасси. Самолет просто ложится на брюхо и площадка остается на месте, ее не отрывает. Выправить шасси достаточно просто. Подняли стойку, поправили резинки. И самолет снова готов ко взлету с земли. Так же в зимних условиях, если приземляли в снег, вот как сейчас получилось, мотор оказался в снегу, не пытайтесь замерзший мотор проворачивать вручную. Если двигатель еще не остыл, лучше включить его на малые обороты и дайте ему просохнуть. Но если движок замерз, то проворачивать вручную ни в коем случае нельзя, сорвете обмотки. Нужно просто нести модель в теплое помещение и спокойно ее отогревать. Это тоже довольно частая ошибка новичков. Начинать проворачивать двигатели с замерзшим льдом внутри. Но в остальном аппарат очень достойно показал себя в воздухе. Летает замечательно, отлично рулится, отлично управляется. Еще раз доказал свои хорошие летные качества. Это действительно один из лучших наших тренеров. Надеюсь, что эта модель доставит вам много положительных эмоций от полетов, от обучения на таком тренере. На нем получите базовые навыки управления радиомоделью. Ну а дальше можно будет переходить к более серьезным аппаратам. Еще раз спасибо за заказ. Скоро эта модель отправляется к вам на родину. Ну а всем, кому заинтересовал этот самолет, в описании под видео и в подсказках в правом углу экрана будут ссылки на наш интернет-магазин, где вы можете заказать либо конструктор для самостоятельной сборки этой модели, либо уже вот такой готовый самолет. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и ждем вас вновь на наших полетушках. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому. Играем по-взрослому.